Приветствую вас. С точки зрения психологии, ваша ситуация, она выглядит следующим образом. Ага, вы, значит, привыкнув к тому, что ваш отец вас бьёт, ну скорее всего он вас бил, скорее всего он вас унижал, так же как и ваш муж. Вот, значит, вы, привыкнув к этому, выбрали себе своего мужа по образу и подобию отца, стремясь и, возможно, надеясь, что через терпение, через подчинение, вы, ну, обретёте какое-то счастье, вот, вы сможете освободиться, да, то есть быть счастливой. Но, в действительности ситуация складывается так, что ваш отец, он стимулировал и, он стимулировал и стимулирует вас на то, чтобы вы продолжали страдать. То есть ваш отец, он обесценивал вас, он унижал и унижает вас, продолжает унижать вас. И из-за того, что у вас имеет место быть проблемы с самооценкой, с уверенностью в себе, возможно, с постановкой целей ваших собственных, возможно, есть у вас, скорее всего, проблемы с постановкой своих собственных целей, вот, и вообще с решением, да, то есть вот, если вот простить вас, какие решения вы принимаете, ну, вообще, вот, просто вообще, какие решения вы принимаете по жизни, что это за решение, которое вы принимаете, что они из себя представляют, это решение, как много вы, допустим, за свою жизнь приняли решение, вот сам, самостоятельно, какого рода это были решения, то есть, с чем они были связаны, ваши решения, вот, если посмотреть на ситуацию вот так, вот с такой стороны, то вы увидите для себя некоторые интересные вещи, а именно, те решения, которые вы принимаете, они направлены на неудачу, на вашу. То есть, вы сами себя лишаете успеха. Почему? Потому что ваш отец не хочет для вас успеха. Он хочет, чтобы вы были такой. То есть, он недоволен тем, что вы живете в его квартире, например, да, он недоволен. Но, он не хочет, чтобы было по-другому. То есть, он хочет, чтобы вы были такой. Он запрещает вам быть лучше. И до тех пор, пока будет действовать этот запрет, в вашей жизни ничего не изменится. Пока будет действовать этот запрет, вы не сможете посмотреть на вещи, на мир, на людей своими собственными глазами. Вот. Соответственно, да, при этом, руководствуясь желанием быть с ним ближе. То есть, у вас будет такое стремление быть ближе к отцу. И именно это стремление заставляет вас делать то, что вы делаете. То есть, именно это стремление заставляет вас терпеть все вот это вот унижение, которое с вами сейчас происходит. Потому что через своего отца вы надеетесь, что ваш муж, он, ну, оценит то, что вы делаете для него, для детей и так далее. Значит, смотрите, для того, чтобы вам начать что-либо менять необходимо, помимо отношений с отцом, определить следующее. Почему в 20 лет у вас уже есть гражданский муж, с которым вы живете у вашего отца? Как вы с этим человеком познакомились, встретились? Для чего вы стали с ним встречаться? Почему так быстро забеременели? Какие у вас цели? Почему вы не уделяете времени учебе, работе, вот таким вещам? Почему? То есть, в 20 лет вы уже беременны. Причем, одного ребенка воспитываете, вторым беременным. 20 лет гражданским браком. То есть, вы даже не, не подчинились официально с мужчиной. Понимаете? Вот чем вы руководствовались, когда это делали все? Какие у вас были там, ну я не знаю, цели, какие у вас были стремления, какие у вас были надежды, какие у вас были ожидания на этот счет? Ну вот, именно на, именно на счет того, что мужчина будет себя вести, как он будет себя вести. То есть, это, вот это, определенные иллюзии ваши. И для того, чтобы в вашей жизни что-то изменилось, нужно, чтобы от этих иллюзий вы постарались избавиться. Потому что они вам мешают, очень мешают, иллюзии. Муж не работает, сейчас запьет и бьет меня постоянно. А, ну вот здесь тоже момент такой, да. Как давно человек начал вас бить? Как давно человек начал, эээ, вас унижать? Да? Эээ, значит, когда это произошло в первый раз. Вот вы говорите, что он бьет вас постоянно. Эээ, но, это же началось когда-то. Выйдет с ним как-то познакомились, правильно? И, вот это является важным моментом. То есть, вы поймите, что муж, он не поменяется. Та же, как не поменяется ваш отец. Поэтому, то, что он вас бьет, то, что он вас, эээ, унижает, то, что он не работает. Кстати, а по поводу работы, эээ, вы считаете, что он должен работать? Эээ, вот как вы сами думаете? Эээ, ну, вы считаете, что мужчина, он должен, эээ, приносить деньги? А как насчет вас? То есть, почему вы, грубо говоря, считаете, что, эээ, мужчина должен работать, например? Ну, например, да? А сами, вы при этом, эээ, ну, не работаете и, вроде как, не учитесь. То есть, вот, с чем связано это? С чем связано, эээ, такое отношение? Так вот, так вот, ваш муж, он не поменяется, он не станет другим. А, и он будет так же довести до тех пор, пока вы не начнете его стимулировать на изменения, на перемены. Это, очень тоже важный момент. То есть, только если вы будете стимулировать человека на изменения, только если вы будете стимулировать его на какие-то перемены. Если вы сами ему покажете, что, ну, так с вами нельзя, да? Если вы сами до него донесете вот это, что нельзя так с вами обращаться. Только в этом случае можно ожидать, что мужчины изменятся. Но, опять же, опять же, постарайтесь понять, что для этого вам нужны ресурсы. То есть, я понимаю, я понимаю, что сейчас, на данный момент, вряд ли вы можете, ну, мужу что-то сказать. Такое, чтобы он понял, чтобы он присутся к вам. Вряд ли. Вот, именно сейчас, на данный момент, вряд ли. У вас нет для этого ресурсов. Значит, чтобы ресурсы были, нужно, сперва, работать с отцом. То есть, с городительскими отношениями. Вот. И разбираться. Что вам отец пытался донести и доносит сейчас? Какой у него был посыл по отношению к вам? Чего он для вас хотел? Как он говорил вам, ну, как он хотел, хотел бы, чтобы вы себя вели? Как он диктовал вам себя вести? То есть, грубо говоря, какое поведение одобрялось им? Ведь, скорее всего, им одобрялось именно такое поведение. Когда вы подчинялись. Когда вы, ну, принимали вот это вот оскорбление и унижение. Ведь, скорее всего, так все и было. Вот. И, соответственно, отсюда вы решили, вы когда-то вот в детском возрасте, в детском возрасте, вы решаете, что будете, ну, по сути, вести себя так. То есть, подчиняться и глотать оскорблению. В надежде на то, что вас, грубо говоря, одобрят. Да? Вот. В надежде. Хотя, в действительности, этого никогда не происходит. Знаете? То есть, вы всегда ждете, как бы, одобрения. Оно не приходит так, как вы хотите. Вот. А вы ждете. И, таким образом, отлучаетесь и не все ответственности сами за себя. То есть, вы говорите, что вот у меня отец пьет, муж пьет, муж меня бьет и так далее. А вы? При чем здесь муж? При чем здесь отец? Вы сами. Как у вас обстоят дела с ответственностью личной за саму себя? Понимаете? Вот. Ведь вы же о чем-то думали, вы же чего-то хотели, вы же какие-то, ну, вопросы решаете, ну, в своем сознании. Когда выбирали, например, такого мужчину и так далее, и так далее. Вот. Вот нужно определить, чем вы, чем вы руководствуете при выборе. И тогда вам будет понятно. Много. Так. Жить нам больше негде. Так это задача мужа, где вам жить. Я устал от всего этого. Муж постоянно грозится от меня уйти. Пусть уходит. Почему вы не позволяете ему уйти? То есть, ну, вы боитесь его потерять или как? Почему мужчина вас этим шантажирует, грубо говоря? Да. Значит. Он меня откровляет, унижает прилюдно. Ну, а отец, мне интересно, как и у вас отношения с отцом. Я не пью и воспитываю своего сына. А это, для чего вы написали, что не пьете. Поддержки ни от кого нет. Помогите, что мне делать. Скажите, а вы считаете, что должна быть поддержка? Ну, какая-то. Или как? Почему вы упомянули про поддержку? То есть, вы считаете, что кто-то должен вас поддерживать или что? То есть, ну, почему вы заговорили про поддержку? Понимаете, это ваш ребенок. Дети ваши. И жизнь тоже ваша. Люди могут вам действительно помочь с советом. Но жизнь ваша. И как бы это сказать, жить, именно жить, только вам на самом деле. Понимаете? Поэтому мне представляется ситуация так, что до тех пор, пока вы подсознательно ищите поддержку какую-то, пока вы подсознательно хотите, знаете, как-то перенести ответственность, да, ну, то есть сделать так, чтобы кто-то другой отвечал за ваши проблемы, а не вы. Окей. Ну, вот. А-а-а-а-а. Такая ситуация будет такой. Вот она будет так, э-э-а-а. Ну, она будет так складываться, потому что всегда у вас будет, э-э, кто-то виноват. Тогда у вас будет кто-то отвечать за то, что с вами происходит. Понимаете, не вы, а кто-то другой. Понимаете, в чём тонкость? Вот. И как только вы спросите себя сами, а что я могу сделать, где граница моей ответственности, где я отвечаю за то, что происходит. Почему то, что происходит стало возможным? Из-за чего? Благодаря чему? Как? Понимаете? Вот это, вот это даст вам тот самый ключик. То есть личная ответственность за детей хотя бы. И вот что гораздо важнее, да, это мотивация. То есть мотивация к тому, чтобы нести ответственность самостоятельно за себя. Мотивация, она представляется, как правило, в виде такой, знаете, ну, в виде цели, такой, ну, конечной цели какой-то. То есть есть какая-то, конечно, какая-то цель, в которой вы можете, там, стремиться, грубо говоря. Вот. Но, чтобы реальности чего-то достичь, нужно постоянно держать её в уме. То есть нужно, чтобы у вас была именно деятельность, именно деятельность и именно направленность. Направленность на результат, а не наоборот. Вот. И для чего? Вот вопрос в том, для чего вам это делать? Зачем вам это делать? И вот этот на месте, этот вопрос, если угодно, да, его можно рассматривать на самом деле. Очень, очень подробно. То есть вы, в первую очередь, делаете для себя. То есть вам нужно в самой себе увидеть причины, да? То есть вот вы говорите, что я устала, значит, ну, я устал. Я устал от того, что происходит. Хорошо. Вы устали. Но... Почему? Почему вы устали? Понимаете? Вот тонкость. Тонкость, она вся именно в этом. Почему вы устали? А... Из-за... Из-за чего вы устали? Понимаете? Я хочу, чтобы вы постарались вот этот момент вы...вы...вы...вы...вы...делить. То есть, что заставило вас устать? Грубо говоря. Понимаете? Вот. Что заставило вас устать? Ведь вы же...по какой-то причине, я полагаю, посчитали, что все. Так...эээ...так с вами нельзя больше обращаться. Вот. Даже какие-то мысли у вас есть. Вопрос в том, чем вы руководствовались...ээээ...в данном аспекту. Чем? И как? Это важно. Это правда важно. Для вас. По крайней мере для вас. Это важно. Ага. Потому что... Если вы...эээ...не будете отдавать себе отсчет...а...отсчета... в том, почему...эээ...ну...почему вы...поступаете определенным образом. По воле кого вы поступаете определенным образом. Эээ...чьи цели вы...реализуете...поступая определенным образом. Эээ...вот...если вы...не будете отдавать себе отсчет в этом, то...ситуация, она будет...складываться негативно для вас все время. Поэтому...эээ...в первоначально...эээ...в первоначально...эээ...в первоначально...эээ...я рекомендую вам...им...именно в этом направлении смотреть. Вот. А там уже будет...более...понятно...что делать. Вот. Настраивайтесь на...работу с психологом...эээ...ээ...периодичную. Ну...потому что...ну...совершенно понятно, что...эээ...за...за...за...один...ответ...эээ...такое...такую...проблематику...не раскрыть. То есть это...понятно, я надеюсь...эээ...совершенно...совершенно. Ну вот. Значит, настраивайтесь на...ээ...регулярную работу...эээ...с психологом. Вот. Если хотите действительно...что-то исправить. Эээ...и...собственно говоря...результат он...мммм...не заставит себя ждать...долго. На этом всё. Надеюсь, что...помог вам. А если у вас остались вопросы дополнительные...пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А...желаю вам всего...самого доброго. И удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...